Девушки отдыхают Младшенька из бурановских бабушек 62 года. Но популярность нагрелла на них совсем недавно. Смогут ли они справиться с этим потоком фанатов, концертов и любовных писем? Посмотрите, популярность бабушкам бурановским пришла вот недавно. Самая младшенькая 86. Ничего себе! А, я видела как-то! Видела? Ужас! Ужас! Их нельзя туда пускать. Они, наверное, не серьезно ходят? Да. Нет, ну это... Что их схватит? Серьезно? Вы знаете, говорят, что Александр Сергеевич Пушкин уже не тот. Скажите, пожалуйста, вот вы воздвигли памятник нерукотворный. А сейчас что? Не знаю. А зарастет к нему народная тропа? Наверное, нет. Ну это же ваш, продолжит. Чего манер? Он такой скромный. Я понимаю, сейчас немного ситуация изменилась, да? Давайте приостановимся. Что вы идете, да идете. Вы просто идете по наклонной. Мужчины, которые изменяют своей второй половине, часто теряются при вопросе. А ты изменял своей женщине? Скажите, пожалуйста, а вы изменяли своей женщине? Постоянно. Постоянно? Ну, вообще это... Да, но не так часто, как вы могли подумать, какие ответы вы постоянно. Наверное, бывает. И как вам живется после этого? Отлично. Она об этом не знает. Здорово, что у вас все хорошо, в принципе. А вы изменяли своего мужа хоть раз? Почему вы кричите на него? Некоторые люди потрясающе и неповторимо могут включать тупку. И сейчас мы попробуем вывести их на чистую воду. Здравствуйте, это вы тогда совершили тот поступок? Какой? Ну, тот самый. Мы же понимаем, о чем мы говорим. Нет, не понимаю. Тот самый. Когда тогда и какой поступок? Ну, вы же понимаете, что я говорю? Нет. Поздравляю вас! Вы выиграли в этой викторине. В какой? Она гений. Ребята, младшенька из Бурановских бабушек, 86. Но популярность, она грянула совсем недавно. А чем вы будете заниматься в 70? Вот, пусть Лешка ответит. Лешка? Давай, Лех, что-то отвечать. Давай, Лех, не стыдись. Отвечай. В игры играть буду, знаешь? В игры? В игры. А Лех вообще он такой, он, знаете, он любит играть в игры. Вот он с Лев себе купил. Он вообще... Да, он любит играть, на самом деле. Он вообще обожает, да, он, знаете, сразу оделся, короче, ковбой и пошел скакать, ну, там, с конем у него что-то было. Так вот ты какой, ковбой Лех. А где те декабристы, с которыми вы были? С какими декабристами, ладно, все. Забыл, Сашка. Забыл своих сородичей, друзей, собратьев. Скажите, а вы изменяли своей женщине? Нет, нет женщины, мне некому изменять. Скажите, это вы тогда совершили тот поступок? Поступок? Я попробую его сейчас совершить. Жду вот. Кого? Ну, жду, что за мной придут. Какая нравится из Бурановских, рыженькая или черненькая? Зелененькая. Зелененькая. Из Бурановских бабушек нравится Александру. Чего они поют? Они, come on and dance, ну, улыбчивые. А, это, come on and dance. Больше мы зажигали еще. Это самое молчаливое, но улыбчивое. Знаешь, она стоит, так и улыбится. Вот это самое клевое у них. Да, да, Зина. Зина? Зинаина Петровна. Повешу постер теперь. Зина. Да, Зинаина Петровна. Можно один вопрос? Отлично. Вот бессит, когда на ходу тормозят вас. Нет. Я не оратор и не умею говорить. А вы изменяли своей женщине? Никогда. Расскажите на камеру, что вы делаете. Что ты делаешь по поводу того происшествия? Это произошло внезапно. Я как раз в это время занималась йогой. И после этого пошло что-то не так. Я, видимо, нарушила позу. У меня был лотос, а потом стал... Не лотос. Цветочек завял и... Цветочек завял и... Произошло то, что произошло. Это история о том, как вы потеряли девственность? Товарищ Пчелицейский, у меня улей угнали. Что делать? Номера П-155 Чела. Сейчас найдемте улей. А как найдете? Скоро найдете? Вот. Сейчас выгодим, ждем с тобой. Это они были? Да. Они на улей угнали. Люди! Люди! Пчелы! Они в сговоре! Кто президент Югославии? Югославия? По-моему, Алексей Коневич какой-то там был. Офисные крысы. Кто они? Грызуны или обычные люди? Что они больше любят? Сыр или семью? Сейчас мы это узнаем. Скажите, а вы работаете в офисе? Да. Видны человеческие повадки. Вы не хотите откусить мне руку? Нет. Вас не тянет к сыру? Нет. С этим проблем никогда не было, да? Не было. А сколько вы заработаете в офисе? Достаточно. Достаточно, но еще недостаточно до того, чтобы его покорила эта болезнь. Вы изменяли своей женщине? Никогда. Да. А если бы рядом ее не было, вы бы правду сказали? Да. Здравствуйте, это вы тогда совершили эту историю? Почему? Какую историю? Ну, ту самую. Вы ошиблись, наверное. Нет, нет. А о какой истории идет речь? Поздравляю вас, вы выиграли викторине. Спасибо. Вы даже не хотите узнать, в какой? Да, в принципе, да нет, не надо. Но вам важно, что вы победитель. Все равно спасибо. Знаете группу «Расшлененная Пугачева»? Не слышали ни разу вообще? Что-то новое. Напойте что-то из репертура. А там в начале какие аккорды? Там. Та-та-ра-та-ра-там. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та-там. Та-та-там. Спасибо, ребята. Вам спасибо. Спасибо, да. Природный богатство. Пока. Спасибо. Спасибо. Господи, вы видели? Сыроежкин и его друзья выпили одну бутылку пива. Их так расперло. Вот это да. Вы работаете в офисе? Да. Да, работаю в офисе. Наблюдаются человеческие повадки. Вы не откусите мне по руку-руку? Нет. Не вы здесь? Нет. На сыр не тянет? Нет, потому что держу хвост. А, из-за поста только. Хорошо, спасибо. А что же он творит вне поста? Как же мне повезло. Простите, пожалуйста. Девушка. Скажите, вы изменяли своей женщине? Нет. Нет, а почему? Вы врете. Девушка, я сейчас микрофон сломаю. Тогда ладно. Хорошо, хоть немного. Это вы тогда совершили тот поступок? Конечно. Только хороший. Она думает, что все понимают, о чем она говорит? Да, я тоже так думаю. Мы проводим кастинг на лучший голос студии Ballshit Records. Вы бы не могли исполнить какую-нибудь песню? Сноварет, давай. Чего? А, ты же умеешь? И давай. Давай ты. Давай ты не считаешь. Давайте со мной. Давай. Какую? Ну, давай. По-моему, это прикол какой-то, да? Нет, нет, напомню, Серёжи. Да? Ну, что тогда? Давай. Что? Какую? Какую мы знаем? Не считаешь. Она плохая. Ну, какая? Давай знаешь ли ты? Сколько? Напой. Знаешь ли ты? Время вышло. Спасибо. Вы когда-нибудь работали в офисе? Да, был. К сыру тянуло? К сыру это вообще, как говорится, пеноселин. Сыр. Конечно, тянуло. Скажите, это вы тогда совершили тот поступок? Когда совершил? Да, тот поступок. Когда совершил, потом подумал. О чем вы подумали? О том, что совершил. А что вы совершили? А что вы хотели знать, что я совершил? Моё почтение. Я от Бивайн за деньгами. Ну, вы продаете Бивайн? Давайте нам деньги. Молодой человек, я вижу, вы здесь главный. Да. Я от Бивайн за деньгами? Зачем? За деньгами. Да, мы сами ходим, подбираемся, молодой человек. Так, я сейчас развернусь. Молодой человек, мне говорят, что вы должны нам круглую сумму. Секунду, подожди. Ладно, у меня нет времени, завтра приедут серьезные пчелы. Майор Осьпов, управление ФСБ по Чеченской республике. Я, в общем-то, реально контролирую всю ситуацию. Говорят, что девушка Буратино была совсем деревянной. Вот говорят, что девушка Буратино была совсем деревянной. Что думаете по этому поводу? Девушка Буратино была совсем деревянной. Я думаю, что она была не более деревянной, чем сам Буратино. То есть, кто из них был более деревянной, это еще надо посмотреть и подумать. Говорят, что Гулливер любил ходить по бабам. Но разве он один такой? Вы хотели бы оказаться на необитаемом острове с тремя сексуальными ледоедками? Ингельш, можно разговаривать. Вы имеете в виду денег. Это ты совершил эту историю? Нет. Ну, ту самую. Нет. Ты понимаешь о чем-то? Нет. Ну, поговори со мной. Что? Что? Ваши вопросы мне объяснить, пожалуйста. Ну, по поводу Евровидения. Как вы относитесь к бурановским бабушкам? Бурановские бабушки – это элементарный прорыв нашей русской демократии. Отлично, отлично. Вы знаете, это вот когда из ничего идет атака. Атака идет. Я вам скажу другое. Можно я в прямом эфире кое-что скажу? Да, конечно. Спасибо. Посмотрит весь мир. Когда трое атакуют двухсотни из трех, это есть атака и беспредел по атаке. Спасибо. Хорошо, спасибо. Я думаю, ваше послание услышали. Да, спасибо. Бурановские бабушки, я особо хочу сказать, я за них вообще в ответе. Потому что бурановские бабушки – это моя любимая контора. Да, это моя любимая контора. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Скажите, вот вы знаете, что в штате Алабама нельзя носить усы? Значит, нужно... Накладные. Не важно какие, штат Алабама должен быть уничтожен. У него должна быть сброшена атомная бомба, если они такие х**ки и принимают такие му**ки и б**ки законы. Ваша учительница по русскому языку довольна вами? Она организирует. Она счастлива, безумно. Она гордится мной. У меня на полке лежит почетная грамота. Ну там как, русская литература, там известное дело у нас вместе, как правило, идут, да? И вот у меня лежит на полке почетная грамота. Ладно, в какой-то момент это перестало быть интересно. Спасибо. Вы хотели бы оказаться на необитаемом острове с тремя сексуальными людоедками? Хотел бы. А зачем? Трех сексуальных людоедок? Ну? Ну, вы сами понимаете, что не очень, да? Или не очень? Очень. Вы прячете свое лицо. Я? Да, пускай его все увидят. Я просто не хочу показывать свой цвет волос. Я не прячу лицо. А почему вы показываете свой цвет волос? Что, уши не замерзнут? Я знаю, я знаю. Вы идти суетесь, спросите. Кто вам из бурановских больше нравится, рыженькая или черненькая? Вот и из вот этих проходящих мимо? Нет, нет, из бурановских бабушек. Ой, к сожалению, это что, сериал? А говорить все, знаете. Как вы думаете, девушка Баратино была деревянной? Нет, она была как Санта-Клаус. Как говорится, конечно, деревянная. Как Санта-Клаус, конечно, деревянная. Да. Вы считаете нормальным, что муж пропадает после зарплаты? Муж? У меня нет мужик. Говорят, каплю никотина убивает лошадь. Давайте это проверим. Не надо на него дуть. Зачем вы на него дуете? Я не дую. А что вы делаете? Затянулись и дуете? Ему неприятно? Я думаю, что да. Давайте сейчас мы на вас тоже дунем. Мне ваша сигаретку не будет затягиваться. Вы брезгаете? Конечно. У меня есть? Да, конечно. Сейчас я один вопросик решу. Простите, пожалуйста, меня человек укусил, никакой мази нет. Человек бешеный, наверное. У меня просто аллергия, возможно. Не человеку. На бомжа, что ли? Не, ну как бомж? Может, и бомж. А может, и спит, и гепатит. Вы что? Это очень серьезно. А что, на пчел действует? На людей действует. А скажите, а можно не деньгами, а медом расплатиться? Какому-нибудь? Нет. Вы знаете, люди стоят в очереди за лекарства. Да, не бомж. А, все, я, конечно, я постою в очереди. Так у меня пчелина. Скажите, пожалуйста, вы слышали, что под фонтаном? Под фонтаном. Как вы думаете, говорят, что девушка Буратино была деревянной. Правда? Нет. А какой она была? Совершенно настоящей. А еще один вопрос. Что вырастало у Буратино, когда он изменял своей девушке? Понятия не имел. Почему? Ну, это вне зоны моего понимания. Как и девушки, в принципе. Весь мир считает, что брюнетки тупые. Скажите, это правда? Весь мир так не считает. А как считает? Мир считает наоборот, что блондинки глупые. Вы так говорите, потому что брюнетка? Мне вообще кажется, мы рыжие, к нам они относятся. Нет никакой разницы, какого цвета. Мы уже прошли наличности. Мы нашли лошадей, которые пользуются общественным туалетом. Давайте узнаем, насколько они чистоплотны. Здравствуйте, а у вас часто лошади в туалет ходят? Нет, лошади не ходят никогда. А куда они ходят? Я не знаю, я не видела, извините. Я не интересуюсь, куда они ходят. А просто как бы, если они задом только сдают, они же как бы наполовину входят, то вход 10 рублей, а не 20. Мужчина, мужчина, свежий мед не интересует? А если я найду вас? Девушка, свежим медом не интересуйтесь. А как вам мое жало? А у вас ни у кого свободного улей, нет? Я бы снял однокомнатный. Нет? Так, стоять, потенциальный любитель меда. Медом не интересуйтесь. Мужчина, мед не интересует, самый свежий мед в России. Кокаин. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...